Командир роты, приступить к приведению военной присяги. Шагать к пьедесталу за спортивными наградами для этих призывников привычнее, чем к принятию присяги на плацу. Три взвода из 50 спортсменов со всей России пополнили ряды вооруженных сил Южного военного округа. Среди новобранцев призывного возраста есть и мастера спорта международного класса. Несмотря на все тягости и лишения, спорт рота продолжит участвовать в соревнованиях, только отстаивая честь вооруженных сил. Награды, полученные этим спортсменом-военнослужащим, это остается у него. Однозначно все личные награды. А если он выступал в составе команды вооруженных сил, то награда команде, конечно же, останется вооруженной силой. Новоиспеченные рядовые прошли курс молодого бойца, строевую подготовку и теперь привыкают к огнестрельному оружию. В распорядок спортсменов внесены изменения, а режим питания пока остается прежним армейским. Что касается быта, двухметровый мастер спорта по гребле Андрей Ковалев говорит, повезло. Поместился на стандартной солдатской койке, а вот спортсменам повыше не так удобно. Службой доволен, хотя есть и недостатки. Одни соревнования я уже пропустил, которые будут сейчас, надежда России. Будем готовиться четверкой безрульной на донскую регату весной, в апреле. Кроме Ростова-на-Дону, подобные спортроты существуют еще в трех городах страны – Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Тренировки будут проходить в военном центре подготовки, а кому не достанется специализированного инвентаря – на спортплощадках города. Сергей Мирошниченко, Дмитрий Андреянов. Главное новости. Продолжение следует...